Сегодня в администрации города состоялось очередное заседание Совета депутатов города. Народные избранники впервые за несколько лет провели его так быстро и единогласно. На рассмотрение основных и дополнительных вопросов понадобилось всего 30 минут. С чем связана такая оперативность в принятии решений и что обсуждали парламентарии, смотрите в сюжете моей коллеги Аси Климовой. 9 основных вопросов в повестке дня парламентарии принимают единогласно. На рассмотрение не требуется много времени, все темы уже подробно рассматривались на депутатской комиссии, которая состоялась на прошлой неделе. Тогда депутаты эмоционально высказывались об утверждении многих положений. В итоге после жарких дебатов удалось прийти к единому мнению. На сегодняшнем совете был принят вопрос о предоставлении сведений о доходах. Их обязаны подавать муниципальные служащие и лица, претендующие на эту должность. Утвердили также отчеты по бюджету, реализации муниципальных программ и прогнозному плану приватизации. Коснулись и проверки детских дошкольных учреждений. Доклад о результатах работы зачитал Роман Горбунов. В целом мы видим положительную тенденцию, когда проверяем детские сады. То, что касается детского сада «Росинка», то в ходе проверки были устранены нарушения и недостатки, выявленные нами при оформлении первичных учетных документов по заработной плате основным работникам и совместителям. Приведны в соответствии с должностной инструкцией кадровая документация, бухгалтерская отчетность. Дополнительные вопросы на заседание представил глава города Дмитрий Жариков. Сначала парламентарии рассмотрели решение о разделении Комитета культуры, спорта и молодежной политики. Теперь это будут три разные структуры. Выполняя поручения области по сокращению штата работников администрации, в Серпухове социальную сферу ужимать не намерены. Я вижу необходимость более внимательного отношения, уделить больше внимания развитию спорта на территории города. И с учетом складывающейся криминогенной обстановки, обстановки в молодежной среде по употреблению наркотических средств, считаю, что мы должны больше внимания уделять в том числе работе с молодежью. Отдельным юридическим лицом останется Комитет по культуре. Отдел по работе с молодежью станет самостоятельным структурным подразделением, а отдел спорта переформирует в управление. Также изменения коснутся отдела здравоохранения. Из управления по обеспечению социальной гарантии и охране труда вывести в НКУ отдел по взаимодействию со здравоохранением. Как вы знаете, полномочия были переданы на областный уровень, но я также считаю, что очень важно, чтобы осталась связь между муниципалитетом и здравоохранением городским. Поэтому предлагается создать отдельное НКУ. После утверждения поднятых главой города вопросов, заседание совета завершили поздравлением депутатов с днем рождения и вручением благодарственных писем.